Добрый вечер, мои дорогие и любимые подводники! С вами в интернете Анастасия Першина Гора, певица, автор-исполнитель. И вот мы немножечко побеседуем о моем творчестве. И о рождении нескольких моих проездов, моих песенок. Одна из моих песенок – это «Будут мокнуть листья». Будут мокнуть листья, смотря на них, стою я под дождем. И в дождик так очистил, все бил с утра и днем. А я сегодня нахожусь на замечательной презентации «Все о бизнесе» на форуме, «Бизнес-форуме». И исполнила несколько своих песен. Одна из них была песенка «Будут мокнуть листья». Все вы ее смогли сегодня услышать. Очень подвижная, энергичная песенка родилась в замечательных фантазиях по лете, по подрихам. Сейчас как раз предстоит, у нас лето и, конечно, жаркая погода. Будем все отдыхать, веселиться. В этом году обязательно я буду выступать, возможно, на замечательных форумах, теплоходах. А для того, чтобы веселить вас и радоваться своим творчеством, я должна заключить сейчас время контракт. И, соответственно, я буду обязательно с вами. Так что приезжайте, приходите на различные теплоходы. И обязательно перед тем, когда я буду выступать, я обязательно напомню вам, мои дорогие поклонники, именно на каждом теплоходе, когда вы можете меня увидеть, чтобы вы могли приобрести билеты именно туда, где я буду выступать и рада с вами с твоим творчеством. Также мы будем заключать контракт с моими замечательными руководителями, которые мне будут представлять не только мои авторские песни, когда вы имели возможность слушать их, но и песни композиторов будут мне дать специально для выступления на данном теплоходе. Также я могу вам рассказать о своем творчестве. Сегодня прозвучала песенка «Мой род план». Вы сможете меня также часто наблюдать, видеть, как эта песенка родилась у меня в городе, в очень маленьком городе, где я имела возможность родиться. Я родилась, вы знаете, 11 января 1984 году, когда шел замечательный крупный снег. И вот однажды, будучи молодой красивой девушкой, я написала замечательную песенку «Мой аэроплан». И эта песенка попала сегодня на замечательный форум, бизнес-форум, да? И мы имели возможность ее услышать. Также очень много песен родилось именно в моем городе, в городе Пущино, где я родилась. Например, песни «Мир, в котором живу». Эта песня очень популярна, она заслужила свою популярность. В этом мире нет чудес, все совершается как надо. На землю льется свет с небес, и ангелы летают рядом. Этот мир для влюбленных, этот мир, где я и ты. Этот мир для худых и полный, этот мир, где счастлив ты. На отличных концертах города Пущино, города Серпухова, Подольска, Подвино. И даже вот на бардовских слюдах заслужила лауреата и дипломанта. Соответственно, я стала лауреатом-дипломантом авторских песен. И напомню, я выходил из бардовских вариантов, и я изначально выступала пела под гитару. После чего я стала исполнять в фоксовом варианте. Вы же меня все помните как барда исполнителя, как рок исполнителя. А сейчас я четко переключилась на футсы группы. И уже пару-трех лет я занимаюсь именно этим движением. Поэтому я предлагаю вам приходить на мои концерты и слушать зажигательные попки в Газице. Это всеми любимое направление и, конечно же, танцевальное направление. А сейчас я занялась именно этим направлением, потому что вы все можете танцевать, веселиться, радоваться на моих концертах. Также напомню вашу любимую песенку «Без тебя», которая звучала на многих концертах. Сейчас мы будем доделывать этот клип. Сделаем клип летом. И я думаю, что в ближайший сезон, именно июнь или август, будет сниматься клип на песенку «Без тебя». И, конечно, режиссером данного клипа будет выступать Денис Рафламин, где, вы знаете, замечательно появятся артисты и продюсеры. И эта песенка, скорее всего, будет на нее презентаться уже ближе к осени или даже к зиме. И мы обязательно скажем, когда именно будет эта презентация, чтобы вы все, мои дорогие, любимые поклонники, могли оказаться на этом званом вечере на премьере данного клипа «Без тебя». Не говори мне ничего, не разбивай мне сердце в плочах. И я знаю лишь одно, что у меня нет мочи. И без тебя, без тебя я не могу жить, не любя испытывать свою любовь. После этого клипа я собираюсь замечательный клип сделать на пистину «Мой аэроплан». И он будет сниматься недалеко от города Хущино, в районе Грызлова, деревни Грызлова. Там как раз вот места, где я имела возможность проживать, городиться, проживать. И там имеется такой лётчик, посёлок, деревня Грызлова. Большое Грызлова. И там есть аэропорт в селе Дальдоплана, аэропланы. Великолепная песенка родилась, когда я смотрела на полёт аэроплана до Дальдоплана. Существует его замечательного балкона в микроайоне города Хущино. Я улетаю в дальние страны, аэроплан летит высоко. И как мне само не странно, на моей душе легко. И сейчас вы имеете возможность её слушать на моих концертах. Также вы знаете, что у меня в шипе творчество. И вот совсем недавно я подарила песенку своему родному другу Синалью. Привет! Аня, ты как к этому додумалась? Я додумалась, потому что первые впечатления о Сергееве Кривове, о Синалье. Вот творческий псевдоник Синаль. Я его когда встретила, мне очень понравился такой базарный, интересный, весёлый, молодой человек. И я решила посвятить ему данную песню. Сегодня вы имели возможность её тоже слушать на этой премьере. Синаль, конечно, счастлив, рад, потому что я совсем недавно подарила данную песню. Я её спела и на этом концерте действительно это очень красивая песня. Синаль, я помню аромат твоих духов, эндебию твою на сцене. И звуки музыки, ты будь-то бог, твой голос слышим спустя время. Это песня Синай, ты должна её везде петь. Синай – это сияй. Ещё это веркайка. И поэтому лети в космос, как Юрий. Скажи, Гагарин. Гагарин, да, вот они так тоже любят. Лети в космос, как Юрий Гагарин. Ну вот видите, как я умею радовать своих друзей. У меня, между прочим, тоже сейчас песня будет про себя. Это тоже слова Синай. Но там ещё есть Синай – Сияй. Ну, как вы тоже слышите эту песню. Так что мы в тренде, наверное. Мы в тренде, да. Мы в тренде. Вот видите, как можно счастливить своих друзей. Замечательными песнями, замечательным творчеством. Вот всё было в карьере. Пародии делали. Блогеры меня обсуждали. Отпустали клипы. Делали там ещё какие-то кульминации. Но чтобы про меня уже песни писали. Да, вот видите. Ты первая. Ну, можно сказать, ты первая. Да, вот я первая. Ну, было там такое, типа, знаешь, что-то на WhatsApp прислали. Но там какая-то пятнадцатисекундная заготовка. Там что-то тоже Синай. Только всё это ТТ. Это полный что-то рай. Ну, всё прям песня масштабная. Поэтому... Ну, не важно в каком она качестве, какая она. Главное, что она есть. И что любое творчество найдётся свой свой сюжет. И поэтому я тебе желаю петь эту песню в каждом концерте. И говорить, посвящай, что ты поёшь «Любне». А мне, соответственно, придётся тоже, наверное, снять песню. Я не знаю, там «Я люблю тебя, Настя». Подобие. Вот видите, как... Это просто, наверное, как тренд, наверное. Да, это здорово, здорово. Когда есть возможность подарить песни своим друзьям, да. И у меня есть, конечно, дуэтные песни. Дуэтные песни я пою с Андрианом Манчестером. Его сегодня не было на этом замечательном форуме, на этом концерте. Но он поёт песни, такие как «Наша свадьба в Сорренте». И «Наши желания» — это шикарные песни, которые мы поём вместе. «Наши желания» — это шикарные песни. Это было прекрасно, мы ловили моменты, целовались так страстно. А также есть очень много интересных творческих композиций на тему дождя, например, «Когда я плачу, плачет небо». Она вышла из замечательной композиции «Роколы», которую я написала ее вместе с моим супругом. А дальше эта песня, моя творческая песня, пошла в музыку, и сейчас она замечательно звучит по композиции «Когда я плачу, плачет небо». Не расстраивайтесь, не теряйте своих любимых, и никогда не плачьте так, как я заплачала в этой замечательной песне, она очень трогательная. Но интересно, под нее можно действительно испытывать какое-то огромное удовольствие и что-то прекрасное. После слез всегда рождается какой-то просвет, и нотка счастья прослеживается в этой песне. «Когда я плачу, плачет небо, но ты как прежде в моем сердце, и ты знаешь, где б ты не был, в моем сердце открыта дверца только для тебя, мой милый». У меня много энергичных, интересных песен, вот мир, в котором я живу, а мир, а счастье, радость и песня. Вот это, которая заслужила ее любятый дипломант авторской песни, еще начиная с бардовских окну, и перешла в попсо-группные вариации. Эта песня звучит до сих пор и радует мир, народ, и она для худых и полных, как в этой песне говорится. И, конечно, танцуют все люди под нее, зажигают, и радуют друг друга люди. Есть песенка «Ответишь за любовь». Песня дает возможность именно понять, как мужчина, надворивший какое-то антилюбовное страдание, для девушки эти переживания переходят в какую-то ответственность для любимого мужчины. Поэтому эта песня пропагандирует именно то, чтобы люди никогда не ссорились, никогда не ругались, и чтобы девушка вот эту агрессию интенсивную не вылипала на своего любимого мужчину. Ты ответишь за любовь, ты ответишь на любовь, мы будем с тобой вместе, но недолго. Мы завтра будем вместе вновь, и наша светлая любовь, но не буду твоей невесты, я на белой волге. А также продолжателем этой песни является «Бросайте милые свои». Именно эта песня говорит о том, чтобы мужчина проникся чувствами для любимой, и, конечно же, соединился с ней в этих чувствах, простил ее за какие-то моменты, может, измены, может быть, какие-то такие неприятные моменты, и мог прийти к ней. И, кстати, песня «Бросайте милые свои» могла являться родоначальником новых отношений с моим возлюбленным. Когда я спела первый раз эту песню на сцене, мой любимый, услышав эту песню, ко мне вернулся. Вы представляете, девочки, иногда песни являются толчковым моментом для возврата своего любимого. Вот так вот происходит творчество «Майор». Очень многое можно рассказать и дальше, но у нас Сергей, Тунфина, хотел добавить что-то, дополнить. Я слушаю тебя, конечно, Сережа, я возвращаюсь к нашим разговорам. Слушай, а там какой текст в песне, я что-то не понял. Ты поешь, типа, первый раз три раза «Синай», а второй выступлеть уже «Сияй» или как? Нет, 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 там просто идет припев, а самая песенка, соответственно, там… А припевка, поет припевки «Синай»? «Синай»? Нет, там, смотри, это напевка, это вокальная напевка, и идет в округе, и все полетится гармонично. А вот это «Синай», «Синай» – это напевка для того, чтобы вот здесь тройка. Это небольшой тройка. «Синай» – это типа, это бридж, бридж. «Синай» – это типа, ну «Синай» там это… Я прощаюсь слушал, там потом идет «Сияй», то есть сначала… «Синай» там… Там везде «Синай», «Синай» нет. «Синай» – нет. А слышалось, как «Сияй»? Нет, мой солнышко, нет, это нет. А это, слушай, я вот сейчас еще раз послушал, это получился полуджав у тебя, тебе не кажется? Ну, такой и. Типа полуджав какой-то блюд. Да, 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 прикольно. Прикольно. Это в таком жанре, да, совершенно верно. Ну вот, мы разобрали жанр, соответственно, моей новой песни. «Синай». Ну что, мои дорогие, хорошие поклонники, я немножко рассказала вам о замечательном творчестве. Я приглашаю вас на все свои концерты, на летние, а их будет достаточно летом. Я думаю, мы не раз с вами увидимся. Замечательный наш видеооператор я, возможно, приглашу на теплоходы, если это будет иметь возможность. Я поговорю также с нашими организаторами по поводу «Синай». Может быть, его творчество тоже прозвучит на этом теплоходе. И мы с вами будем видеться и на концертных площадках, закрытых там различных. И, конечно же, на теплоходах, потому что лето, жарко, нам хочется отдыхать, хочется радоваться. Мы обязательно должны выступать там, где открытые площадки. И, конечно, дышать свежим воздухом, чтобы вам было приятно. Будем с вами видеться. До встречи, мои дорогие, любимые поклонники. Желаю вам счастья, радости, удачи, много побед в жизни. И, конечно же, я жду вас на своих концертах. Жду вас с радостными лицами и с чьей эмоций, подарков. Я жду вас вниманием. Именно ваши подарки – это ваше настроение. Поэтому, прежде всего, несите туда позитивное, хорошее настроение. Жду вас на своих концертов. С вами была Анастасия Бершина-Жара, февица, автораспородитель, композитор, поэтесса и писательница. О любом всем своем творчестве поговорим чуть позже. Спасибо. Пока-пока.